Он посетил хозяйство по выращиванию кроликов. Сейчас здесь ежегодно получают полторы тысячи тонн диетического мяса. В планах увеличить производство вдвое. Сколько вы рассчитываете себе ставить окупаемость этого плана времени? Слез запуска, если мы говорим о запуске, вот сейчас как первой очереди мы остановились, то это в районе пяти лет. Если мы продолжим строительство и после запуска второй очереди, то сокращение пойдет уже около трех лет. Соответственно, необходимость строительства четко идет. Чем больше объема сегодня производства, тем быстрее окупаемость проекта. Вот, Андрей Николаевич, в голове это не укладывается у многих. Вот здесь нужно, на самом деле, чтобы дошлось сегодня до наших всех сельхозтоваропроизводителей. То есть, особенно тех, кто хочет заниматься в том числе и животноводством, и в частности кролиководством. То есть, вот здесь, конечно, с вами согласен, что кооперация, она как никогда будет под спорьем. То есть, чем бы они больше, тем они сильнее. Конкуренция в целом по России на рынке альтернативного животноводства небольшая. У Краснодарского края есть возможность занять эту нишу. Вениамин Кондратьев также посетил утиную ферму с собственной переработкой.